Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 50. Найдите значение выражения. Вот такие большие выражения, многоэтажные дроби. Их находят, применяя то, что последним знаком действия будет всегда являться, если это многоэтажные дроби, деление в дробях имеется в виду. Ну а делают по порядку, работая с числителем, работая со знаменателем. Итак, первое. Пример. А. Если внимательно посмотреть на этот пример, то мы увидим, что здесь есть одно и то же выражение. 1 дробная черта и в знаменателе 1 2 минус 1 3. Давайте сделаем как минимум, сосчитаем, чему равняется вот это выражение. Итак, 1 дробная черта 1 2 минус 1 3. Равно. Это значит 1 разделить на 1 2 минус 1 3. Равно. 1 разделить. Приводим дроби к общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель 6. Дополнительный умножитель к первой дроби 3, ко второй дроби 2. Получаем 3 минус 2. Итак, 1 разделить на 1 6. А это значит 1 будем умножать на 6 первых. А это равно 6. 6 первых или 6. А вот теперь очень легко сосчитать дальше. Итак, второе действие. Числители у нас. 6 минус вот это вот выражение. 1 разделить на 1 2 минус 1 3. А это равняется 6. Мы только что сосчитали. То есть числитель равен 0. В знаменателе 6 плюс. И опять то, что мы сосчитали. А мы сосчитали, и это равняется 6. Будет 12. И последнее. Четвертое действие. То, что в числителе. А в числителе у нас 0. Разделить на то, что в знаменателе. А в знаменателе у нас 12. 0 разделить на любое число равно 0. Итак, ответ 0. Мы сделали номер 50А. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова